Лей кипяток, лей кипяток в кружку, пушку на стол, муха шепчет на уши. Всем привет! С вами опять Кипяток. Это новый подкаст, новое шоу, то есть место, где мы просто спокойно обсуждаем разные темы, которые нас, конечно, затрагивают, вот честно скажу. И с вами в студии Илья Быков, кто любишь я, и Василий Тихонов. Всем привет, народ! Сегодня хотелось бы поговорить про такую тему. Просто для справки, я и Илья, мы, ведущие дайжеста, возможно, видели, нас каждую неделю проходит прямая трансляция, и мы, получается, очень много проводим времени на телестудии, мы здесь практически работаем, и хотелось бы поговорить о том, как совмещать эту внеучебную деятельность и учебную деятельность, потому что и та, и другая прямо требует много времени. С этим я согласен, ну и вот, наш Кипяток уже классический, он что, налили, сейчас ждем, пока горячий. Да, и по-моему, ему нужно сколько, минут 10, да, чтобы остыть до нормального состояния, поэтому давай я сразу поставлю таймер, и мы начинаем. Ну, что, помню, когда-то я начинал, поэтому давай, сейчас ты, вот что тебя связывает, вот какая учебная деятельность, как она на тебя вообще влияет, и как это влияет на учебу, ты же журналист. Ну, вообще, да, то есть я, когда поступил на журфак, первым открытием было, что на первом курсе предметов для журфака почти нет, то есть максимум истории журналистики, а все остальное, это вот, ну, капец, то есть это... Спасибо, что нет технических, ну, по типу математики, химии, физики, потому что это я точно забыл за несколько лет, пока я готовился к русскому литературе. И в первом семестре было просто, то есть в первом семестре времени учебу отводил, ну, среднее, то есть часть предметов я по памяти делал, вот, остаточные знания со школы пригодились, а часть предметов, то есть какие-то новые, надо было готовить. Ну, вот, первый семестр закончился, там, закрыли его натречно почти всей группой, и начался хардкор сразу вот с места в карьер. То есть сразу на низком уровне сложности вперед, и у нас уже такие предметы, которые, ну, вот, знаешь, как будто бы у других факультетов взяты, например, вот, как будто вот с юрфак, у нас вот отдельная пара есть, где мы разбираем правовые системы, то есть законы Хаммурапи, римское право, и, ну, мы вроде журналисты, а вот это непонятно зачем, нам вот очень сложно с такими предметами, которыми нас жизнь не готовила, не требует очень много времени для подготовки, то есть там целую ночь готовили семинары, потом драться буквально, чтобы ответить, и, честно говоря, это въезд довольно много времени, что самое страшное, это есть очень много нервов. С ума начинаем сходить потихоньку. Ну, блин, знаешь, опять же скажу, я никогда не думал, что я окажусь в какой-то медийном сообществе, то есть в то, что связано вообще с журналистикой в целом, никогда об этом не думал, особенно я выбрал такую достаточно маленькую профессию под названием, ну, ты учишься на историческом факультете, и, в принципе, ожидание, то есть, что ты не будешь такой публичной личностью или работать вообще с камерой, что это такое? Блин, поначалу, то есть вот как я пришел, когда в ноябре меня позвали, в принципе, совмещал легко относительно, то есть, да даже сейчас, то есть мне сложнее было это адаптироваться, построить грамотный график, потому что я до этого, честно скажу, я сидел в играх, я все время играл на постоянке, а тут теперь все заменилось на студию, то есть как-то перестал играть, и, знаешь, вопрос в расставлении приоритетов. Я и тогда мог, то есть когда в КС-ку играл, я там к ЕГЭ готовился и, в принципе, нормально сдал относительно, и думаю, что вопрос реально в распределении, и вот сейчас второй семестр я с тобой полностью согласен. У нас тоже на ИСФАКе появились такие уже более профильные, вот у тебя какие-то смежные, какие-то не очень понятные, для меня профильные, которые, блин, требуют много времени, то есть условно, вот мы, к примеру, сейчас записываем, а у меня завтра семинар по первобыту, которому я еще не готов, но буду готовиться уже завтра, только утром. Вопрос в распределении сил. Я надеюсь, это не увидит мой учитель, конечно, вот, но мне кажется, нужно вот реально смотреть то, как ты хочешь это сделать, и тогда все получится. Ну, да, как говорили мои родители, тот, кто хочет ищет возможность, кто не хочет ищет причину, и я не знаю, что я ищу, хочу я не хочу, потому что, ну, я, по-моему, говорил на дому с кипятков, в прошлом, буквально вот цитату, что я ухожу из общаги в 8 утра, прихожу в 11 вечера, там где-то, возможно, один прием пищи, спать и заново по кругу, этот просто адовый, это адовое кольцо сансары, и самое, что, как правило, страшное, что почти ничего из этого времени не уходит, на учебу, то есть у меня пары там несколько часов идут, а все остальное время я, как правило, ухожу вот и работаю. Ну, не в смысле я как газон и кашу, а прихожу, как правило, через студии, либо делал какой-нибудь школьный проект, например, вот недавно мы записывали видео, курсы для русского языка, потом говорят, надо делать курсы на русском языке, то есть там, допустим, в нашем случае было, как делать на речи, то есть мы отдельно записывали, целый день вот всех записывали, я пришел под вечер, посмотрел просто на аппарату, то есть надо было заряжать, надо было все это перетаскивать, а на следующий день у меня были семинары, лекции, я, честно говоря, начал, пытался делать, в 3 часа ночи подумал, я сейчас посплю, что сюда проснусь, и все сделаю. Я проснулся в 8.00, через полчаса пара, пришлось просто выбегать и готовиться к одной паре на другой паре, то есть этот скилл, я просил еще в школе, он меня просто спасает, иначе, ну, я бы здесь уже не учился. Да, до УФУ помогает, опять же, вопрос, что самое главное сейчас крутится у меня в голове, одна ключевая фраза, это адаптация во возможность, то, как ты будешь это делать. Потому что, знаешь, ну, блин, я, у меня личность в последнее время такое было, у меня учеба отошла на второй план, в каком смысле? Не в том, что я начал на нее как-то забивать, класть какие-то инородные предметы на учебу, а больше, как так сказать, больше наслаждаться другим. То есть тогда у меня, я такой отчасти трудоголик, который чел, которому, знаешь, ну, мне кажется, многим это знакомо, то есть ты работаешь, 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 и тебе вроде бы это такой, блин, когда это кончится, это что-нибудь заканчивается, и все. И я это, у меня это было на постоянной основе, часто очень это происходило, еще в школьные годы, и, блин, и ты потом понимаешь, что ты начинаешь наслаждаться этим процессом. Работой. Да, работой или учебой. У меня тогда была учеба, сейчас это, ну, как отчасти, не учебная деятельность, потому что работа, это слишком громко, мне кажется. Типа, работа, мы не настолько еще старые. Так что, думаю, нужно понимать, что тебе нравится, что тебе интересно, и что тебе даст положительные плоды в будущем. То есть условно, как говорил один классик, я уже тебе про это помню, за кадром говорил, где там классик 19 веке сказал, что университет учит всему, и глупости тоже. То есть он учит реально всему, и я не говорю про глупость, а я говорю в целом, что он дает тебе понимание того, что тебе важно. Это не означает, что ты должен бросать универ, что-нибудь такое, а больше понимать, что тебе нравится, что ты хочешь, за что ухватиться. Я это понял на парах, я это понял на внеучебке, где мы сейчас, собственно, и находимся. Ну, вообще, еще немножечко не остыл, там, самая малость, по-моему. Я, конечно, не могу поднять температуру по руке. Ты не термометр. Да, я пока еще не термометр, но, мне кажется, в курсе четвертого у нас будет пара, где определите температуру по взгляду, по прикосновению. Я представляю, у журналистов такая тема. 35, врешь, все, фейк, клеймо фейка. Ну, да, и вот это надо будет совмещать еще с какими-нибудь внештатными тут работой, да. Мне кажется, знаешь, это вот, глядя на то, как растет список задач, которые нужно делать, и при этом не растет время, отведенное на них, то есть все на сутки 24 часа, а список задач, которые можно сделать за сутки, он начинает расти просто в бесконечной прогрессии. Я боюсь, я курсу четвертого, то есть там вот внеучебной деятельности. Соберите робота, напишите пьесу, построите новый драмтеатр и по учебе определите температуру чайника по взгляду. Ну, знаешь, у меня такая вот тема, то есть коротко сейчас вкину такой факт. И с детства, то есть когда я был маленьким, пятый класс, шестой относительно маленький, да, я смотрел учебники 11 класса, спрашиваю, что вам задали, и они такие говорят, о, нам эсцена задали писать. Я говорю, на сколько сравнится? На две. Я такой, о, это много. Прихожу в универ, и они говорят, ну, у тебя завтра реферат. Я говорю, ну, насколько, 25. Я такой, о-о-о-о. Ну, и вроде бы как-то выжил. Первый семестр как-то прошел, и думаю, что, в принципе, нужно понимать то, что ты делаешь, то, как ты делаешь. И мне самое главное еще я хотел вкинуть. Ты журналист. Вот, тебе ты связан со студией, ну, то есть с медийной частью. Как я и говорил ранее, я больше историк какой-то, который не связан с этим. И самое главное, что вот вроде бы как-то еще выжили, и еще как-то живем. Вопрос, в каком понимании, что такое мы живем, да? Но все же. Что я хочу сказать? Не важно, кто ты, не важно, как ты, но главное, что ты должен сам понимать, что тебе нравится, и как ты будешь это адаптировать вместе. Вместе с учебной деятельностью и внеучебной. Пока что получается достаточно интересно, и это все достаточно, ну, так, индивидуально, и зависит уже от человека. Тут соглашусь, ну, знаешь, еще вот я просто помню, что вот перед уходом к ЕГЭ, то есть у меня было все два предмета, и у меня не было вариантов их не знать, потому что, ну, все, я попал бы сразу в армию, потому что, ну, то два предмета, в одном ошибешься, это все, это игра в сапера. Поэтому я очень жестко учил курсы по литературе, и я вот помню, когда вот я там смотрел несколько часов курсов за один день, и все, я все это понимал, устраивал, конспектировал, отвечал на вопросы, тут же там готовил какие-то свои записи, читал, то есть почти весь день. Я литературу сдал, и пришел домой, подумал, а что я буду делать целый день? Жиза. И вот я просто понимаю, что я тогда был настолько вот в жестком состоянии работы, то есть я тогда был натуральный работягой, я как Юлий Цеса сделал несколько дел одновременно, то есть, и я очень жалею, что у меня потерялся этот навык за лето, потому что вот сейчас вот с этим навыком просто потрачить вот сутки, не думая ни о чем, просто думая, ладно, я сейчас посплю пару часиков, потом заново 22 часа отработаю, еще два часика посплю, вот этого навыка реально не хватает, потому что, ну, есть, конечно, вариант, что-то отбросить, чтобы жить проще, знаешь, тут как бы сложно отбросить учебу, потому что, ну, я в университете учусь. Ну, как-то, в принципе, логично. А через студию сложно отбросить, потому что станет вопросом, а что я буду делать все сейчас в свободное время? И пока я не отчислен, слава богу, надеюсь, не буду отчислен в дальнейшем, ну, попробуем проваться. Как мы шутим с моим товарищем, очень хорошим другом Клементием, не переживай, Илья, обращается он ко мне, отчислимся только в октябре после комиссии, вот, поэтому, в принципе, пока что живем до октября мы спокойно, ничего не переживаем, и надеемся, что и дальше все будет нормально, то есть, опять же, там, тфу-тфу-тфу, там, суеверия всякие, будет достаточно интересно. А как там кипяток? Ну, как сообщает мне наш таймер, кипяток уже должен остыть даже немножко больше, чем нужно. Больше? Ну, блин, а я люблю холодненький, знаешь, люблю вот так, типа, нормальненький. Тезисно подведем итоги, может, ну, то есть, что самое главное? Совмещать, пусть сложно, но необходимо, без этого никак. Совмещать, уметь адаптироваться, и все зависит именно от вас и от вашего желания. Если вам это не нравится, на мой взгляд, искренне, то есть, кто я, конечно, но это мое мнение просто. Если вам это неинтересно, то, возможно, этого и не надо делать, потому что все должно исходить от человека, от желания, и не надо его прям заставлять. Хотя некоторые моменты, к примеру, как учеба, она необходима. Вот. На этом закончим? Ну, да, думаю. Ну, и просто такой момент, что... Давай. Порой бывает такое, что набираешь слишком много дел, и чтобы устоять, порой приходится что-то отбрасывать. Да. То есть, это главное... Главное не перебрать задачи, оставлять те, кто только те, на которые реально хватает времени. Распределить приоритеты. Да. Все. Тогда что, по чайку? Всем спасибо. Лей кипяток, лей кипяток в кружку, не попади в светильную ловушку, делай хоть что-то, но не сдавайся, лей кипяток, лей кипяток, майся.